Говорит и доказывает Карасёв, ну как всегда, блог из серии говорит, доказывает, показывает, поясняет Вадим Карасёв. И сегодня уже 15 марта, дело близится к вечеру, уже даже глубокому, наверное, вечеру, кто будет сегодня смотреть этот блог. Ну и что, уж полночь близится, а Германа всё нет. Нет бабах, который нам предсказывал Дмитрий Ильич Гордон. Все над этим потешаются, смеются, разного рода мэмы, картинки. В общем, похитили дискурс Беллинкейт, дискурс обвинения нынешней власти вот в какой-то измене, не власти, а каких-то представителей власти. Похитили насмешники, пересмешники, ну, в логике дискурсовой иронии, политической иронии. Вот. Но, я думаю, что как раз и задумано было так, чтобы всё время назначать какие-то даты появления фильма расследования о предательстве, там, история с Вагнеровцами и мнимом каком-то предательстве представителей власти относительно вот этих Вагнеровцев, которые якобы хотели выманить или хотели выманить, но не выманили и так далее и так далее для того, чтобы снизить вообще-то серьезность самой этой истории. Ирония, пародии, пересмешки, мемы и тому подобное и так далее. Иронический постмодернистский дискурс или дискурс постмодернической иронии – это как раз самое то, что снижает накал скандала, что снижает резонанс возможный, публичный, не только публичный, а и политический и даже геополитический резонанс. Так что еще, наверное, несколько дат таких мы услышим для того, чтобы просто к этому относиться более-менее спокойно, более разумно, более рационально, без вот этих разного рода эмоциональных возгонок либо вверх, либо вниз с помощью иронии, сатиры, юмора и других постмодернистских штучек. В общем, так работают сегодня медиатехнологии и, наверное, по-другому они сегодня не могут работать и по-другому, наверное, нельзя сегодня описывать те или иные факты даже большой политики или больших шпионских войн или войн разведок и тому подобное. Но говорить сегодня будем не об этом, потому что сегодня просто очередная годовщина очередного бабаха. Наверное, таких будет там еще 21 марта, а потом еще в апреле, кто-то уже перенес это на апрель, кто-то говорит, нет, будет 21 марта. Ну, в общем, это хорошая, скажем так, история или хороший показатель. Но как можно заболтать проблему, как можно снизить серьезность самой этой истории. Ну, в общем, как говорится, дальше будет. Но, наверное, никакого бабаха уже точно не будет. Но говорить будем сегодня другом о том все-таки, почему не звонит Байден Зеленскому даже с этим вопросом, таким риторическим, возможно, а возможно, действительно, скажем так, серьезным вопросом озаботилась одна из ключевых американских газет, рупор, скажем так, американского истеблишмента, «Вашингтон-Пост» в редакционной статье «Почему не звонит Байден». Ну, и разного ровно версии выдвигают американские политологи, эксперты, там, с привлечением мнения экспертов с Украины и других экспертных институтов и тому подобное и так далее. В общем, почему не звонит Байден? Ну, и говорится о том, что Байден, в общем-то, выдвинул условия. Позвонит он Зеленскому тогда, когда Зеленский разберется с Колобойским и с другими олигархами. Ну, что сказать по этому поводу? А сказать, в общем-то, надо следующее. Ну, американцы поступают, в общем-то, в русле своей, скажем так, привычки прагматического следования тем или иным задачам или решению задач во внешней политике, в геополитике. Фактически предлагают Зеленскому сделку, ГИЛ, проверяющий его на договороспособность. Вот когда Зеленский освободится от олигархов или освободится от зависимости от Коломойской, мнимо, реально, и чуть ли не будет до тех пор, пока он, скажем так, не будет преследовать Коломойского за коррупцию, вообще не будет бороться с коррупцией, не поборет коррупцию в стране, не будет проводить реформы, такой звонок, ну, скорее всего, не прозвучит, он будет откладываться и так далее, и так далее. Ну, вот так на это все смотрит газета «Вашингтон-Пост», напомню, в редакционной статье, хотя, возможно, все намного проще, потому что пока еще в Госдепартаменте США не назначен сотрудник или работник, или специалист, или представитель, спецпредставитель, или куратор по Украине. Говорят, что на эту роль давно уже пробуют Викторию Нуланд, но вот она как-то там не пользуется в Вашингтоне большую любовь, и этот процесс затягивается. Возможно, поэтому. Но если уже отталкивается от редакционной статьи «Вашингтон-Пост», то, наверное, все-таки нужно обратить внимание на то, что вот американцы предлагают сделку или договор Зеленскому. Звонок в обмен на преследование олигархов, борьбу с коррупцией, или, так сказать, ликвидация коррупции, ну и прежде всего в обмен на криминальное преследование Коломойского за коррупционные грехи, прихрешения и так далее. И даже вот не спасает Коломойского и тот факт, что в 2014 году, будучи губернатором Днепропетровской области, он сделал все, чтобы остановить русскую весну, которая достаточно серьезно угрожала тогда Украине, вот и не пошла дальше. Донецка, Луганска и не вышла в пределы Днепропетровской области, Запорожской области, Харьковской области и тому подобное далее. Но это все, это уже не засчитан, как говорится, это зачет не сдан Коломойским американцам, сегодняшней американской администрации, но все это очевидно, вот за то, что по мнению нынешней американской администрации Коломойский топил за Трампа, отсюда пленки, так называемой пленки Байдена Порошенко, участие Дубинского, Александра, вот уже исключенного из партии «Слуга народа», а ныне народного депутата, близкого к Коломойскому в пресс-конференциях соответствующих и так далее, и так далее. Ну мы помним, какое рубилово было в Америке во время президентской кампании, в которой чуть Трамп не победил, а чуть Трамп не проиграл. Поэтому очевидно, вот тема с пленками, да и вообще с Украиной, с буризмой и так далее, она является вонючей, токсичной и тому подобное для нынешней американской администрации и президента Байдена. Вот ему сделку, Зеленскому предлагают, давай, разберись, накажи, ликвидируй, убери, тогда, наверное, будем с тобой разговаривать. Вот именно такой договор, вот на такую договороспособность толкают Зеленского и ждут, ждут и ждут. Причем не говорят о Сытнике, вот о Набух, к которому много претензий, как главе Национального антикоррупционного бюро со стороны украинских правоохранительных органов, и даже вот есть судебные решения соответствующие, нет, ну Сытник в стороне, за скобки, а главное мишень это Коломойские и украинские олигархи. Вообще-то в американском, скажем так, понимании, в нарративе борьбы с коррупцией надо понимать, это так, борьба с олигархами, это и есть борьба с коррупцией, украинские олигархи, это и есть коррупция политическая, финансовая, экономическая и так далее, и так далее. Ну хорошо, а как, в принципе, так, чтобы просто победить, так, чтобы просто все доказать, тем более, что по отношению к Коломойскому есть дело заведено Генеральной прокуратуре, я не знаю, как оно будет расследоваться, на какой стадии оно расследовано, но формально дело-то заведено, но этого мало американцам, этого мало Байдену, это мало нынешней американской администрации, они требуют, ну, такой символической, политической, экономической, криминальной крови Коломойского, но это касается других олигархов, убрать подальше от власти, удалить из политики, из сферы влияния других украинских олигархов, ну, мы знаем, один давно уже в Вене, а другие еще здесь как-то, вот, держатся на плаву, вот такую задачу ставят перед, или пытаются, так сказать, такую сделку оформить с Зеленским. Байден, ну, понятно, для чего, потому что нет олигархов в Украине, это не значит, что у них будет коррупция, она будет, просто она будет другой, и, возможно, с большим внешним влиянием, потому что отсутствие украинских олигархов, при всех претензии к ним, это не только коррупция, это и футбольные клубы, это и медиа, это газеты, это другого, это и музеи, кстати говоря, и современного искусства, если взять того же Пенчука и другие благотворительные социальные проекты, которыми занимался Ахметов, вот, начиная с оккупации Донбасса, не защищая украинских олигархов, просто надо это понимать, что украинские олигархи, это не только мнимая или реальная политическая и финансовая коррупция, это еще то, что называется современной Украине, кто бы к ней никак не относился, плохо, хорошо, нейтрально и так далее. Неизвестно, что будет еще, можно это все уничтожить, но интересно, что возникнет на вот этого, на этих обломках олигархического самовластия. Лучшее что-то, худшее что-то, вот на этот вопрос тоже надо нам найти правильный ответ. И тем не менее, не всесилен Зеленский для того, чтобы вот сейчас использовать всю карательную машину, применить ее, так сказать, карающий меч по отношению к Коломойскому и к другим украинским олигархам. А что же делать, если на данном этапе Зеленский не, скажем, не готов или не в состоянии пойти вот на такого рода договор между Байденом и Зеленским? Думаю, что не надо преувеличивать, ну скажем так, условия вот этой сделки, они могут измениться и со стороны американской администрации. При одном условии. Если главой государства, Зеленский будет не только главой государства, но и главным по стране, если он будет контролировать ситуацию в стране, и если кроме него, американцам не с кем будет договариваться. В общем-то, Зеленский это и делал на протяжении последнего времени, когда он пытается убрать всяких претендентов, номинантов, кандидатов на особую внешнеполитическую роль в Украине. Что на линии Киев-Москва, Киев-Кремль, чем занимался Медведчук. Но вот сейчас Зеленский продолжает это, скажем так, наступление, вытеснение для того, чтобы все-таки оставаться одним договороспособным или переговорщиком со стороны той стороны, если в этом будет потребность, если это понадобится. А с другой стороны, много рода и тут детей президента Байдена, ну как детей когда-то лейтенанта Шмидта, так, все претендуют на роль, особую, на особую роль, скажем так, или быть представителем Байдена. Готовят какие-то послания, какие-то меморандумы, какие-то планы из 12 пунктов, которыми должна следовать сегодня американская администрация и Киев. В общем-то, хотят себя предложить в качестве тех, кто будет последовательно проводить и реализовывать политику американской администрации по отношению к Украине или даже в Украине. Но вот такого рода тоже, друзья, Байдена Зеленскому не нужны, поэтому и продолжается наступление и вытеснение Порошенко, который в силу многих обстоятельств мог бы рассматриваться американцами в качестве вот такого посредника. То же самое будет, наверное, касаться и Цинюка, который всегда щеголял, бравировал тем, что у него какие-то особые, скажем так, родственные, сыновые отношения с Байденом и по отношению к Цинюку, у которого некие отеческие такие отношения, заботы, отцовства и так далее. Ну, в общем, задача Зеленского, мне кажется, своей в том, чтобы убрать всех претендентов и номинантов на основного переговорщика на многих направлениях, на немецком, евро-брюссельском, вашингтонском, кремлевском, китайском и так далее. Ну, что президент, он и есть субъект, скажем так, тот, кто реализует внешнюю политику страны, осуществляет внешнеполитическое руководство, осуществляет руководство дипломатии и разного рода посредники, которые возникли тут в силу разных обстоятельств, в силу внутриполитических и внешнеполитических обстоятельств, в которых проживает, живет и существует политическая и геополитическая Украина, Но не с числа им этих, скажем так, кандидатов Вот поэтому, я думаю, Зеленский будет и дальше проводить это наступление Для того, чтобы поставить всех перед фактом, что кроме него тут не с кем договариваться Что нужно учитывать и ситуацию в Украине Что не нужно навязывать Украине какую-либо сделку Не важно сейчас, насколько она в интересах Украины или противоречит Украине А сам принцип Главное, чтобы многие сейчас деятели, геополитические деятели современности Неважно из каких стран Понимали, что одностороннее навязывание условий Это не самый лучший путь к хорошим отношениям с Украиной Мы уже проходили это Мы уже проходили и сдачу ядерного оружия с Будапештским меморандумом ни о чем Мы уже проходили Харкевские соглашения Проходили 13-14 годы Разного рода Женевские форматы Потом Минский процесс, Нормандский формат Так что вот такого рода односторонние действия Одностороннее навязывание условий сделки Или принуждение к сделке Принуждение к договору Это тот путь, на котором Украина вряд ли пойдет Тем более всегда нужно понимать, что украинского президента И президента Украины, украинского президента Всегда была одна из важнейших функций Быть посредником между правящим классом страны И внешнеполитическими центрами влияния Это его одна из главных задач Она, конечно, не прописана в Конституции Там нигде про это вы не увидите, не услышите Не написано и так далее Но это всегда была главная функция Де-факто президента Всегда быть посредником между Украинским правящим классом В том числе и олигархами Или прежде всего олигархами И внешними рынками Например, та же Россия, рынки СНГ Казахстан, Китай и так далее И, с другой стороны, Западная Европа Европейский союз, Соединенные Штаты Америки Быть посредником Быть посредником, защитником какой-то степени Переводчиком пожеланий или интересов Украинского правящего класса Которые интересы являются важнейшей Составной частью национальных интересов Украины На внешний контур На внешние дипломатические, геополитические рынки Это тоже надо понимать Так что функция всегда Президента Украины состояла Вот этом двойном посредничестве Между правящим классом Украины И внешними центрами влияния С другой стороны, между народом Который, как правило, не любит И не любил И, наверное, и не будет любить олигархов По разным причинам Потому что бедные богатого не уразумеют А, ну, с другой стороны, президент Это всегда какой-то амортизатор Для того, чтобы правильно выдерживать балансы Между бедными и богатыми Между бедным большинством И богатым смерть меньшинством Между олигархическими интересами Даже если это компрадорские интересы И общенациональными интересами Так что вот эту функцию Я вижу, что как раз и президент пытается Президент Зеленский Или команда Зеленского Пытается как-то Ну, прощупать, скажем так Воплотить в жизнь Выполнять ее Потому что без этого И президент уже и не нужен Украина Тут уже можно по-другому управлять Да, он может оставаться В качестве номинальной функции Символа страны Главы государства И тому подобное И так далее Но на самом деле Он тогда уже и не нужен Потому что Без правящего класса Более-менее самостоятельного Более-менее самостоятельного И суверенного В экономическом, прежде всего, отношении Да и политическом тоже Тогда страну могут Страной могут управлять Напрямую Не важно откуда Это будет внешнее прямое управление Запада С востока С поднебесной Либо с юга Британско-турецким Тандемом И тому подобное И так далее Так что Ну, я думаю Украина проживет И без звонка Байдена Пока ничего страшного нет А до тех пор Пока Наши западные партнеры Друзья И стратегический партнер Такой как США Поймут, что Все-таки Договор Или сделка Это на двоих Танго Танцуют вдвоем В одиночку Танцуют Не танго Это уже будет что-то Там Рэпа Рейва Брэк-данс Ну, что-то такое Что В общем-то Далеко От Политических И геополитических Реалий В общем Так выглядит История С звонком Байдена Ничего страшного Нет Подождем В конечном счете Не все Сводится К звонку Да и В общем-то Не все Скажем так Сводится К роли Америки Ну Хотя Америка Это и Мировой лидер Но не пуп Земли Это был Блог Говорит и доказывает Карасев Не забудьте Подписаться Там у нас идет Постоянный рост Подписчиков идет Но нужно Все-таки Делать И дальше Нам усилия По Распространению Наших Блогов